МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире праздничная программа «Семь дней». Сегодня в честь Международного дня 8 марта мы решили не расстраивать наших прекрасных дам и меньше говорить о проблемах. Далее вы увидите. Герои Олимпиады в Казани. Как встречали фигуристку Евгению Тарасову и наших чудо-лыжников? Кто придет им на смену? О перспективах российского лыжного спорта поговорим с прославленной Еленой Вяльбе. Господа, господа, спокойно. Неделя до часа икс. Чем еще удивят кандидаты в президенты, кроме скандальных выходок в телеэфире? Обсудим с экспертами. Мы вас любим, уважаем и вам успехов. Вам, любимые! Как мы отметили, главный праздник весны и красоты. Парад оригинальных поздравлений от мужчин и не только. В программе «Семь дней». Праздники у нас становятся все длиннее, а рабочие дни все короче. Даже непонятно, когда мы будем делать нашу страну богаче, а наших женщин счастливее. Тем более, что уровень потребностей милых дам существенно изменился. С милым, как известно, рай и в шалаше. Но сегодня шалаш – кодовое обозначение четырехкомнатной квартиры с хорошей планировкой. Праздник нам, мужчинам, в очередной раз показал, что когда представительницы прекрасного пола говорят, что главное не подарок, главное – внимание, это означает главное – подарок. Еще одно наблюдение. С каждым годом уровень креатива поздравлений женщин с праздником 8 марта растет в России в геометрической прогрессии. В этом всероссийском конкурсе галантных мужчин принимают участие президенты, работники ГИБДД, курсанты военных училищ и просто активные граждане. На этот раз тон задал президент России Владимир Путин. Я знаю, что все женщины прекрасны и красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский, нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду, любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту. Еще раз поздравляю вас, дорогие наши женщины, с праздником. Будьте любимы и счастливы. Всех женщин республики поздравил и президент Татарстана Рустам Миниханов. Давайте послушаем, что он сказал. Будьте любимы и счастливы. Будьте семейного счастья, ну и, конечно, счастья от ваших детей. Мы вас любим, уважаем и вам успехов. Кстати, продолжая тему креатива, в своем инстаграме Рустам Миниханов разместил очень эмоциональный ролик, посвященный мамам, который за несколько дней набрал около 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи отметили, что получилось супер круто, очень трогательно, и призвали всех мужчин заботиться о своих женщинах и, в первую очередь, о мамах. Заинтриговал? Давайте посмотрим. Все по плану? Твои глаза когда-то впервые отпустила меня, и я шагнул в возрослую жизнь, детский сад. Твои глаза был страх за меня, но теперь я мужчина, и я буду заботиться о тебе. Ура! 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 В сборной России и Татарстана сразу четыре медали олимпийской пробы. Две из них, серебряную и бронзовую, привез лыжник из Зеленодольска Андрей Ларьков. Другая наша лыжница Анна Нечаевская стала бронзовым призером Олимпийских игр в эстафете. И, наконец, самую первую награду для родной республики завоевала фигуристка из Казани Евгения Тарасова. Давайте поближе познакомимся со спортсменами, которые уже вписали свои имена в новейшую историю развития спорта в Татарстане. Женя, ты лучшая! Не просто теплый, а по-настоящему горячий прием. Фигуристку Евгению Тарасову вместе с ее партнером Владимиром Морозовым встречают в Казани по традиции с хлебом с солью, с чак-чаком, а еще транспарантами, цветами и, конечно же, юными болельщиками, поклонниками таланта нашей пары. Это серебро наших фигуристов в командном соревновании сродни золоту, потому как в условиях постоянного давления, гнетущего волнения, даже просто выйти на лед было сложно. Но они не только вышли, но и откатали программу безупречно, выше всяких похвал. Евгения Тарасова, которая, кстати, начинала свой путь в спорт на катке в Дербышко, в Казани, теперь признается, особого волнения не было, коленки уж точно не дрожали. Очень приятно за такой теплый прием, столько народа, столько поздравлений, столько цветов. За то, как переживала мама Жени, одному Богу известно. Всю Олимпиаду Татьяна Тарасова боялась смотреть на дочь по телевизору, чтобы не сглазить. Ведь стать олимпийским призером было мечтой всей жизни, которой вместе с мамой Женя шла с четырех лет. Мужественно все терпели, и рано вставали, и ехали. Какой-то подарок вы готовили с моей дочкой дома? Обязательно. Ее грандиозный подарок ждет. Сюрприз будет ей. Россия! Россия! А вот для лыжницы из Татарстана Анны Нечаевской прием в московском Шереметьево стал одновременно теплым, душевным и романтичным. Молодой человек девушки, к слову, тоже спортсмен-лыжник, сделал ей предложение прямо в аэропорту по прилету. Когда мы вышли уже в зал и увидели действительно огромное количество болельщиков наших, и потом еще у меня мою встречу так скрасило предложение. Это вообще незабываемо, мне кажется. Это очень здорово, что у нас такая огромная армия поддержки. Поддержка, руководство огромное, колоссальное, можно сказать. Я говорю, никогда не думаешь о каких-то проблемах, все нам организуют и предоставят без каких-либо проблем. Поэтому огромное спасибо республике. Заметно, что наши герои-лыжники Анна Нечаевская и Андрей Ларьков слегка обескуражены. Ребята, скромные по натуре, но бесстрашные и по спортивному злые на лыжне, к такому вниманию прессы и болельщиков пока не привыкли. Но недовольства не выражают, терпеливо раздают интервью и автографы. Теперь это их работа в том числе. Андрей Ларьков, двукратный призер Олимпиады, при этом скромно замечает. Рано нас возводить на пьедестал всеобщей славы. Практически ничего еще не сделано, это такая малая часть. Это удивительно, но факт. Будущий призер Олимпиады Андрей Ларьков встал на лыжи сравнительно поздно, в 14 лет. Да и после этого парень буквально разрывался между музыкальной школой и лыжными гонками. Выбор помог сделать учитель физкультуры Федор Моисеев. Андрей сегодня поддерживает связь со всеми тренерами и учителями. Говорит, его успехи это во многом и их заслуга. Я со всеми общаюсь, начинаю с школьным, как говорится, с руком. Я частенько его вижу. Пересекаемся, нет-нет. Раз в пять годов, стабильно. Но что касаемо тренеров, все мои тренеры, они до сих пор со мной работают. С раннего утра молимся за вас. Да победит справедливость. Главный тренер сборной Татарстана по лыжным гонкам Эдуард Галеев зачитывает нам переписку из южнокорейского Пхемчхана с Еленой Вяльбе, нашей прославленной чемпионкой, президентом Всероссийской Федерации. Для того, чтобы передать атмосферу соревнований, отчаянной борьбы наших молодых ребят за олимпийский пьедестал. Сказать, что было трудно, значит не сказать ничего. Но вера в наших ребят была изначально. Тот факт, что в призерах Олимпиады оказалось сразу двое представителей республики, также закономерное явление. Мы не зря стали вторыми. Вот сейчас Тукаре проходило первенство России. Мы командой заняли второе место. Это впервые в истории нашей республики. Мы проиграли только сборной Москвы. А сборная Москвы – это сборная России. Желаем прославить родную республику. Желаем в твой день. Задача, которую ставит перед собой Федерация лыжных гонок республики, чтобы в каждом районе была своя современная база для подготовки спортсменов-лыжников. А в крупных городах, тем более в столице, в Казани, таких баз должно быть как минимум несколько. Места их размещения уже продуманы. Что характерно, отбоя от детей, мечтающих попасть в лыжные секции, нет. Мне до сих пор звонят и просят записаться на лыжную секцию. Причем мы обычно берем с 9 лет, а звонят, наверное, 5-летних пытаются даже привезти. Горьковско-Метевский парк – тот случай, когда грамотное обустройство общественного пространства дало, как говорят экономисты, мультипликативный эффект. В том смысле, что в одном месте сразу появились и зоны отдыха для горожан, пункты питания и так далее, и в то же время спортивная база для подготовки лыжников. Тренер Евгения Судакова настраивает своих ребят на серьезную работу. Еще раз повторяет, лыжный спорт не для ленивых. Успех придет только к самым упорным, настойчивым, дисциплинированным, а уж только во вторую очередь физически одаренным лыжникам. Пример Андрея Ларькова у всех перед глазами, да и сами ребята все прекрасно понимают, несмотря на юный возраст. Тренироваться усердно, каждый день пропускать тренировки, режим. Не кушать там бредных вещей, спать ложиться пораньше. А вредные вещи это какие? Ну там чипсы, кола. У нас сегодня Артем Николаев, тетюшевский парень. У нас есть Алия Иксанова, Нижнекамская. У нас есть Диляра Собезьянова, который мастера международного класса. У нас есть сегодня Егор Казарин, молодой, ему 21 года. У нас есть сегодня Анна Марковкина, лавурская девушка. Через эти центры модульные лыжи. И массовость идет, и идет соревновательный дух. И оттуда ребята идут к большому спорту. Словом, смена растет. А пока и наши герои Олимпиады. Андрей Ларьков, Анна Нечаевская, Евгения Тарасова еще в строю и получают свои заслуженные награды. На этот раз из рук президента Татарстана Рустама Миниханова. Мы понимаем, в каких условиях и как вам пришлось соревноваться. Какое давление было на нашу страну, на наших спортсменов. Но, тем не менее, ваше усердие, ваш талант, ваша настойчивость, они дали те результаты, на которые мы очень надеялись. Мы, конечно, очень гордимся всеми нашими спортсменами. Но все же особо хотим подчеркнуть успехи лыжников, которые на этой Олимпиаде вообще произвели настоящий фурор. Только вдумайтесь, сборная России приехала на Олимпиаду без своих лидеров, практически в молодежном составе. А с учетом той гнетущей обстановки, которая сложилась вокруг нашей команды, мало кто рассчитывал даже на одну медаль. Но наши молодые ребята не дрогнули и показали настоящий российский характер, характер победителей. Из 17 наград, завоеванных нашей командой на этой самой трудной Олимпиаде, больше всего 8 получили лыжники. И сегодня у нас особое выездное интервью. О наших чемпионах, о Татарстане как российском центре по лыжным гонкам мы поговорим с самой Еленой Вяльбе, трехкратной олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира, президентом Федерации лыжных гонок России. Елена Валерьевна, разрешите в первую очередь поздравить вас с праздником 8 марта. И во вторую очередь выразить искренние слова признательности за те минуты счастья, которые вы и ваши ребята, лыжники, подарили нам во время Олимпиады в Пхенчхане. Спасибо большое, очень приятно. На самом деле так удивительно, но мне кажется сейчас вокруг лыж, в России такое большое сообщество, собралось люди, которые смотрели. Молодая команда, на которую никто не ставил, она показала, я считаю, просто прыгнула выше головы. Надежды у меня было очень-очень мало, я не скрываю этого. Думала, что если вот этой командой мы выиграем одну бронзовую медаль, то я буду очень счастлива. И предполагала, что это будет в мужской эстафете. Но сказать, что Саша Большунов так мог меня сильно вдохновить до Олимпиады не могла, потому что он заболел перед Олимпиадой, у него блангина, лежал в больнице. Наверное, вот эти первые медали Большунова и Белорукова, они как-то всех так сразу вдохновили, и все поняли, что на самом деле не так страшен черт, как его молюют. Ну и наш Андрей Лайков тоже порадовал, показал бойцовский. Большунова у меня это отдельная тема, потому что мы с Андреем, ну и с Андреем, и с тренером, который в команде с ним работает, с Олегом Арестовичем Перевозчиковым, достаточно часто, особенно с Олегом общаемся. У Андрея все-таки какой-то была, ну, то ли неуверенность в себе, то ли какая-то боязнь, вот, еще чего-то. И, ну, то, что он эстафетчик, и он замечательный просто эстафетчик, мы увидели это в прошлом году на Чемпионате мира. Кто смотрел этот Лахти, да, видели, как он прошел первый этап, и просто все, ну, все восхищения и слава-благодарности, потому что эстафета – это не личная гонка, и там должен быть такой вот, ну, я не знаю, даже супернастрой, что ли, у человека. Вот, и Андрей в этом плане оказался очень надежным, это очень-очень важно. Как и Анна Нечаевская, кстати, тоже. Но Анка, она просто не в последний момент не сдрефила, как я уже, вот, я говорю, сегодня это уже говорила, Ну, у нас так говорят, это, может быть, не такие приятные слова, но это на самом деле так. Потому что, когда за тобой бегут именитые спортсмены, то, конечно, ну, шанс надломиться у любого есть. Ну, она абсолютно, вот, она сверх головы не прыгнула, но она показала именно то, на что она способна на данный момент. За это, я думаю, ее и девчонки там, ну, целовали и говорили ей слова-благодарности. Ну, в Татарстане никогда такого не было, чтобы сразу две медали, даже три медали, получается. Ну, да, ну, вообще четыре, как бы, да, если учесть еще что, у вас Тарасова тоже, фигуристка, да, но в связи с тем, что вот в последние, наверное, лет шесть в Татарстане очень-очень большой прорыв вообще, в принципе, вот, к моему любимому виду спорта такое большое внимание. И я просто самые искренние слова-благодарности всегда говорила и буду говорить вашему президенту, да. Вот, Рустам Нургалич просто очень-очень много делает. Все всегда идет от головы. Я понимаю, что там Фардиев делает очень много, да, тренеры и так далее. Но если первый человек региона не хочет, то все остальные могут хоть прыгать выше головы, они все равно ничего не сделают. Поэтому вот этот прорыв, он есть. Сейчас просто нужно растить своих детей. Мне очень приятно, что Андрюха это ваш, который здесь родился, который достаточно поздно пришел в лыжный спорт. Вот, но тем не менее, он смог, вот сейчас уже смог доказать, что он пришел именно туда, куда нужно было. Я ничего не имею против, там, музыки, да, чем он занимался. У меня с ним история немножко схожая. Я пела в хоре, но тренер тоже мне запретил это делать. То есть нужно было ездить на сборы. И вы сейчас являетесь одним из тех регионов, которые, ну, что называется, там, на передовых, в первой тройке у нас в Федерации лыжных гонок России есть рейтинг регионов. В течение всего сезона по всем соревнованиям проходит этот рейтинг. Но если учесть, что лет, я говорю, ну, 6-7 назад вы были приблизительно там на почти сороковых местах, то сегодня вы в тройке. Это не просто прорыв, это колоссальный прорыв. Поэтому вот и результат говорит сам за себя. Елена Валерьевна, спасибо вам большое за интервью. Приезжайте почаще к нам в республику, в Казань. Ревнуют уже меня тут регионы, ревнуют, что я очень часто сюда езжу. Ну, и не только сюда, еще 2-3 региона считают, что вот какое-то я отдельное внимание уделяю. Уделяешь, когда ты понимаешь, что люди стараются, делают, тогда поэтому и ездишь. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. И, безусловно, президенту республики и нашему президенту федерации лыжных гонок и биатлона, это, ну, они реально сейчас очень много делают. Не только для лыжного спорта в республике, но и для лыжного спорта в стране в целом. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Господа, господа, спокойно. Неделя до часа икс. Чем еще удивят кандидаты в президенты, кроме скандальных выходок в телеэфире? Обсудим с экспертами. Вам, любимые, как мы отметили, главный праздник весны и красоты. Парад оригинальных поздравлений от мужчин и не только. В программе «Семь дней». В понедельник в Казанском Кремле Рустам Миниханов встретился с руководителями традиционных конфессий республики, с муфтием республики Камилем Хазратом Самигулиным, митрополитом казанским и татарстанским феофаном и главным раввином Татарстана Ицхаком Гореликом. Участники встречи обсудили вопросы совершенствования государственно-религиозного взаимодействия в различных сферах. Также в понедельник Рустам Миниханов на Казань-Ургсиндезе запустил производство упаковочной пленки. Из трехслойной пленки будут производить мешки для распасовки полимерной продукции. Инвестиции в строительство и запуск линии составили порядка 316 миллионов рублей. В пятницу Рустам Миниханов находился с рабочей поездкой в Заянском районе Татарстана. В ходе визита президент осмотрел цеха нового элеватора, резидент агропромышленного парка «Заман» и пообщался с работниками предприятия. Наградил победителя чемпионата Татарстана по лыжным гонкам. Позже Рустам Миниханов посетил детский корпус Центральной районной больницы и Дворец культуры «Энергетик». Там завершился капитальный ремонт. В пятницу в Казани президент Татарстана Рустам Миниханов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень приняли участие в работе первого международного инвестиционного форума архитектуры и дизайна. Продолжаем программу «Семь дней». Ровно неделя остается до выборов президента Российской Федерации. Фонд «Общественное мнение» 4 марта опубликовал результаты опросов общественного мнения жителей более 200 населенных пунктов в 73 субъектах Российской Федерации. Всего было опрошено более 6 тысяч респондентов. По данным опроса рейтинг Путина составляет 64%. Жириновского 6,6%. Грудинина 6,5%. Ксении Собчак 1,2%. Явлинского 0,7%. Бабурина Титова 0,2%. И, наконец, Сурайкина 0,1%. Намерены идти голосовать 84,7% опрошенных. Не собираются участвовать в выборах 11% россиян. Что касается прогноза явки в разрезе данных по возрастам, не собираются идти голосовать почти 20% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. И почти 15% избирателей в возрасте от 31 до 45 лет. В то же время среди граждан старше 60 лет собирается прийти на избирательные участки свыше 80% опрошенных. Я бы сказал, цифры не очень радостные. И в оставшуюся неделю необходимо очень серьезно поработать на явку молодежи на выборы. Тут, как говорится, голосуй, либо проиграешь. У всех кандидатов в президенты остаются считанные дни, чтобы привлечь к себе тех избирателей, которые не определились в своем выборе. Михаил Любимов на этой неделе анализировал дебаты и выступления кандидатов вместе с нашими экспертами. Едва ли не самые крылатые фразы недели были произнесены не на русском языке. Владимир Жириновский обратился к избирателям на татарском. Новость звучала так. И страна, увы, так и не увидела разницы между татарским и турецким языками, на котором и говорил лидер ЛДПР. Так или иначе, то был реверанс. Но татарский народ, получивший за долгие годы от политика немало проникающих ранений в область сердца, вряд ли оценил эти несколько капель тюркского бальзама для души. Впрочем, радует хотя бы та мелочь, что политики еще способны говорить с народом, а не только меж собой. «Отвратительная баба! Последняя! Владимир Руль, материться нельзя! А как иначе? Нельзя! А как иначе?» «Нам все время показывают одни и те же пожилых людей, которые ничего нового не могут предложить и играют просто роль статистов на этих выборах». «Вы поливаете! Вы поливаете грязь! Молчать! Молчать сказал! Молчать! Господа! Господа! Спокойно! Физкультурой вы сможете заняться после передачи». Выборы – это бой, это схватка, это поединок. Так, во всяком случае, привыкли думать те, кто привык общаться не с избирателями, не с людьми, а непосредственно со своими политическими оппонентами. Для них выборы – это бокс. Для них идеален формат вот такой личной встречи, когда не хочется просто лупить грушу, очень хочется лупить своего главного соперника. Но что, если претендентов, например, не двое? А что, если их, например, целых восемь человек? И у каждого из них, у кандидатов к президенту, как и у боксера, есть свои двенадцать раундов по три минуты на каждой. Да, им кажется, что этого мало, но это финал за титул, и к нему нужно уже подходить в ранге тяжеловеса. Мы же, как будто из года в год наблюдаем одних только любителей. Господин Владимир Владимирович, успеете обменить ментарь. В этом возрасте в реально так волноваться. Папа, заткнись ты, дура, приспався. Владимир Владимирович, уважаемый... Для того, чтобы друг друга оскорбить словом или действием, вот... Как-то запомнится. Да, это, так сказать, видимо, расчет на то, что слова улетают, а вот то, что они сделали, это остается. Хороший термин. Мы живем в обществе спектакля. Так как бы спектакль имеет свои жанровые особенности. Это одно. Реальная политическая повестка дня – это немножко другое. Кому вы поверите и доверите? Этих людей на гражданскую службу допускать нельзя. А они идут каляда в президенты. Это позор. А есть ли те, кто реально знает, как это сделать? Не похоже, что они есть, судя по тому, что мы видим. Одно дело, когда ты болтаешь там, да, обо всем и говоришь, что я знаю, как сделать лучшее. Другое дело, говорит, ну а ты покажи, где ты вообще, каких успехов добивался. Знаете, беда российской интеллигенции была всегда в том, и советской в том числе, кстати. Она никогда ничем не руководила, но всегда хотела рассказывать о том, как это сделать лучше. Вот именно рассказывать. На этой предвыборной грядке, где вечно ссорятся огурцы с сорняками, в этом году как минимум два довольно свежих вида зеленой поросли. Первый – тот, что поливает водой конкурентов, но при этом, по-видимому, представляет собой сорняк, поскольку воюет сразу против всех. Шансов выжить мало. Корни маловаты. Я предлагаю проголосовать вам за мир, за то, чтобы мы повысили расходы на образование минимум в два раза, за то, чтобы мы наконец-таки занялись социальными проблемами внутри нашей страны. Собчак уповает на то, что там экономика излишне милитаризирована, и вдруг стало очень так трогательно заботиться об образовании, здравоохранении пожилых людях. Как говорил Станиславский, не верю. Так, уж кто-кто, но, по-моему, в такой, в левой повестке дня Ксения Анатольевна никогда не была замечена. Именно власть сделала так, чтобы наша экономика была неконкурентно способной. Второй – Павел Грудинин от КПРФ. Новая модификация старого вида. Человек, который призван был показать некое новое современное лицо социализма, продемонстрировал в итоге народу несколько иную часть тела, оставив после себя множество лиц, из которых, впрочем, все сплошь доверенные. Шутка такая есть сейчас, что у Грудинина одна есть проблема – это КПРФ, а у КПРФ теперь есть тоже одна проблема – это Грудинь. Грудинь, да, вы знаете, ну, можно согласиться с этой шуткой, да, потому что на самом деле, да, мы не видим, да, какого-то мощного, значит, кандидата, и я думаю, что вот пока данные социсследований об этом свидетельствуют, да, мы видим у тех людей, которые борются за второе место, ну, фактически 5-7%, да, ну, может быть, до 8% они дотянут. Россия находится в ужасном финансовом положении, у нас идет стагнация уже не один год. Риторика Грудинина, риторика всех остальных – все рабы простейших истин, и каждый преподносит электорату его собственные мысли, страхи, мечты, лишь в слегка принаряженном виде. На федеральном уровне, где у каждой партии есть свой политический бульдог, все это смотрится довольно живо. На региональном уровне, на нашем уровне, например, там, где нет тяжеловесов, оппоненты весьма прохладны и к друг другу, и к аудитории. Мы наблюдаем, будто бы уже 12-й раунд битвы за титул. Впрочем, в отсутствии главного соперника, что остается, если боязно вызывать на бой даже равного? Остается улупить вот эту грушу. Она не ответит, и с ней можно не церемониться. Ей можно припомнить все. Международная обстановка. Отток капиталов. Цены в магазинах. Свободу слова. О, и еще можно выглядеть очень сильно, не боясь получить в ответ. Я вот с 8-го года, с 9-го года там у нас выборы начались куда-то, и все время одно и то же говорю. Одно и то же, как попугай, говорю. Чтобы страна у нас была великая, поэтому у нас только мы заодно там. Просто у всех, как бы я как-то говорил это давно, мы все вообще-то оппозиционные партии, как бы образно говоря, в одной лодке. Осторожнее! Бежоны! Что же вы не пьете своего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить! То есть они друг друга тащат на одну лодку. Что касается оппозиции, к сожалению, это, наверное, вот момент, связанный с ее нынешним положением. И можем говорить, что непопулярностью среди большинства граждан Российской Федерации. На фоне этого почти лунного пейзажа на этой неделе вспыхнули лишь две светлые точки. Известные лица, доверенные лица президента Путина. Две светлые точки на фоне семи шопенгауэровских пессимистов-народников. Уже исколесили всю страну. И Казань серьезный регион Татарстана? Очень серьезный Татарстан. Во-первых, он серьезный, во-вторых, он любимый. Поэтому мне здесь, наверное, выступать легче, чем другим представителям. Потому что та работа, которая ведется, она видна все-таки. Поэтому, мне кажется, Владимир Владимирович делает все для того, чтобы страна была сильной, мощной, красивой, красиво себя представляла на международной арене. Вот о чем хочется сказать. Я думаю, что, я говорю, как нигде, а в Татарстане это видно. Видно, что делается и как делается. Ну, я знаю, что будет в моей жизни завтра, к чему я стремлюсь. Я знаю, что будет в нашей команде через 3-5 дней, на что мы ориентируемся. И, конечно же, чтобы это все реализовалось, важно, что в какой среде мы находимся. И потому я и занимаюсь сегодня активную позицию. Стакан наполовину полон или наполовину пуст решать избирателю. Через неделю уже. Михаил Любимов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Чего не хватает многим кандидатам президенты? На мой взгляд, так это продуманной программой действий, конструктивных идей, обращенных к разуму избирателя. Основной упор все сделали на эмоции, лозунги и громкие обещания, которыми сыт не будешь. Не зря классики говорили, идеи тогда становятся материальной силой, когда овладевают массами. В республике Татарстан решили привлечь креативных и инициативных людей к созидательной работе с помощью интернет-проекта «Карта инициатив». Любой из вас может предложить конкретные перспективные идеи по социально-экономическому развитию, благоустройству, совершенствованию общественной жизни города, района или всей республики. И что важно, получить средства и организационную поддержку для реализации проекта в жизнь. Сергей Темляков с подробностями. Людей надо как-то маленько приучать. Надо улаживать конфликт между обычными горожанами и собак-владельцами и строить такие цивилизованные взаимоотношения. Диана Ахмедшина – член Совета общественной организации «Зоозабота». Организации, которая помогает бездомным животным. В Горкинском-Меттевском парке она выгуливает Элвиса. Говорит, нашла щенка на помойке в Иракчино. Вид он имел жалкий. Взяла на передержку. Теперь Элвис – полноценный член семьи. Каждый день сюда, в парк, на прогулку с четвероногими друзьями приходит как минимум 100 собаководов. Поэтому, отмечает Диана, «Зоозабота» и вышла с инициативой. Мы были очень удивлены, насколько инициативу быстро поддержали. То есть люди были готовы, люди хотели. И самое интересное, что было видно, что помогают те, у кого нет собак. Просто те, кто хотят, чтобы город стал действительно чище. На аллеях парка прошлой осенью появились вот эти пять док-боксов. Теперь, если собака не дотерпела, не успела добежать до площадки для выгула – не беда. Вот она – урна для собачьих экскрементов. В перспективах у нас подготовиться к летнему сезону и установить эти самые ящички вдоль тропинок, вдоль прогулочных зон, именно по пляжу. Мы выступаем таким неким оператором. То есть мы соединяем тех, кто хочет помочь, и тех, кто нуждается в помощи. Установить док-боксы помогла площадка проекта «Карты инициатив». Тимур Сафин отмечает, размещать свои идеи и предложения на сайте могут как физические, так и юридические лица. Совершенно бесплатно. Команда специалистов оценит идею с точки зрения экономической целесообразности, реалистичности подходов, а также поможет инициативу грамотно упаковать, займется ее продвижением. Кстати, сейчас на сайте порядка 40 инициатив, в реализации которых можете помочь и вы. Площадка существует в обновленном варианте 7 месяцев. И за 7 месяцев удалось за счет юридических и физических лиц собрать порядка 520 тысяч рублей. Сегодня вашу помощь очень ждут родители особенных детей. Мы в Лениногорске. На карте инициатив размещена просьба о помощи в обустройстве семейного дома. В Лениногорске появился два года назад. Председатель общественной организации Дарит Абро Гузель Нагуманова отмечает, это семейный дом. Инициатива его создать принадлежит матерям. У самой Гузель тоже особенная дочка. В Лениногорском районе на 16-й год было 326 детей. Ежегодно, если смотреть статистику по Татарстану, то на 150 детей именно по республике становится больше. В самой организации на сегодняшний день 86 семей у нас. Это очень тяжело, когда не знаешь, что вообще нужно делать, когда сталкиваешься с этой ситуацией. Дарья Звященко с дочкой в семейный дом приходят почти каждый день. При рождении врачи поставили злате диагноз ДЦП. Благодаря добрым людям, говорит Дарья, здесь в центре дети могут развиваться. Женщина согласилась проводить ЛФК. Очень много специалистов у нас безвозмездно приходят к нам, проводят мелкую моторику, логопедию у нас есть. Сейчас мы находимся на будущей кухне, где дети будут учиться готовить. Благодаря помощи меценатов, отмечает Гузель, уже удалось сделать многое. Сейчас необходимо доделать ремонт коридора и сделать сенсорную комнату. Вот здесь как раз таки будет наша сенсорная комната. Здесь вот надо все делать. И полы, и потолки, и стены. Ну, окно менять, естественно. Сенсорная комната очень необходима для психологической разгрузки особенных детей. Для ее создания и проведения ремонта в коридоре нужно 100 тысяч рублей. Именно эта просьба и размещена на карте инициатив. Нам нужны, ну, как правильно сказать, добрые люди. Не люблю слово спонсоры, в принципе. Но я думаю, что милосердие все равно люди проявят и помогут нам доделать уже начатое все это. А руководитель проекта карты инициатив объясняет, как устроена площадка. Чтобы помочь или разместить инициативу, нужно зарегистрироваться. На сайте появятся различные инструменты. Кстати, помочь можно как материально, так и сделать репост в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к проблеме или интересной идее. Интересная инициатива, опять-таки, на контрасте. Детский сборник литературный в Зеленодольском районе. Дети писали в литературном кружке стихи. И им было очень важно, и они очень хотели все это обернуть в некий сборник. Инициатива порядка 10-11 тысяч рублей. Ну, что это, как бы, да, небольшие деньги. Граждане активизировались, поддержали. А в рамках сюжета мы хотим вам рассказать еще об одной инициативе. Группа Джуна готовится записать свой первый альбом. И очень надеется, что вы поможете исполниться мечте. Группа существует два года. Ребята сами пишут музыку на стихи татарских поэтов. Выступают в стиле инди-фолк. Наша фишка то, что на татарском языке. Но при этом музыкальный материал у нас больше ориентируется на европейские какие-то стандарты. И еще наша особенность в том, что мы не зацикливаемся на каких-то инструментах, на стандартном наборе инструментов. У нас вот очень много перкуссий, флейт разнообразных. У нас уже есть мини-альбом, туда входят четыре песни. Теперь мы решили сделать полный альбом, так скажем, с более качественным звуком. Это требует соответствующих вложений, поэтому мы обратились в карту инициатив. Для записи сборника и изготовления дисков необходимо 168 тысяч рублей. Сергей Темляков, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. Семь дней. И еще об одной инициативе. 1 марта стартовала всероссийская эстафета «Межнациональная зарядка 18.03.18. Выбор чемпионов», организованная Федеральным агентством по делам национальностей. Смысл этой акции в том, чтобы ко дню выборов президента России 18 марта в разных регионах страны прошли массовые тренировки, пропагандирующие здоровый образ жизни. Инициатор акции, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов подтянулся на перекладине 18 раз и передал эстафету президенту Татарстана Рустаму Миниханову, а также олимпийским чемпионам Вячеславу Фетисову и Сергею Чепикову. Эстафету уже поддержали многие известные политики, губернаторы, главы регионов, министры и просто неравнодушные к спорту люди. Сейчас я буду подтягиваться 18 раз и передавать эту эстафету Рустаму Миниханову. Вот так с легкой руки, а точнее с первых 18 подтягиваний главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова была запущена масштабная акция. Название говорит само за себя. Межнациональная зарядка 18.03.18. Выбор чемпионов. Сочетание цифр 18.03.18, конечно же, не случайно. Именно 18 марта в России выбирают президента страны и цели этой эстафеты двойная. С одной стороны, привлечь молодежь на выборы, с другой, приобщить всех к здоровому образу жизни. За дело берутся губернаторы. Я перед собой сегодня ставлю задачу отразить 18 их щелчков из 18. Рустам Миниханов принял такую эстафету с воодушевлением. К слову, отжимание стало одним из самых любимых упражнений россиян. Поддержать почин президента Татарстана решили и борцы, и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял вызов с радостью и показал отличную спортивную форму. Я подниму штангу 100 килограммов 18 раз. И сумасшедшую силу духа. После такого выступления губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко просто не мог, не имел морального права отсидеться в кресле большого начальника. Чтобы соответствовать коллеге из Чечни, ему пришлось задействовать баскетбольные навыки. После монтажа ролика получилось классно. Уважаемый Рамзан Ахматович, большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием принял участие в этой замечательной эстафете. Ну и еще один, на мой взгляд, чемпион этой недели, муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин наглядно продемонстрировал, что в здоровом теле здоровый дух. Ждем продолжения акции. Турник Тартылу и Стафеты на Хазрат Лера Бзгат-Обширам. Ну и в завершении программы мы хотели бы вернуться к главной теме этих семи дней. К нашей прекрасной и самой лучшей половине человечества. Помните веселую и популярную в 70-х годах песню «Стоят девчонки» про то, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Что изменилось сегодня? Да практически ничего. По данным Госстата, сегодня мальчиков на 2% рождается больше, чем девочек. Причем такая тенденция численного превосходства сохраняется до 30 лет. После 30-ти количество мужчин начинает резко сокращаться. А в пожилом возрасте бабушек становится в 3 раза больше, чем дедушек. Женщины в России, несмотря на сильные гендерные традиции, могут заниматься и типичными мужскими профессиями. Они у нас космонавты, строители, дорожники и водители автобусов. На этой неделе в Казани подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Заявки на участие прислали более 700 жителей Татарстана из 45 районов республики. До финала дошли 130 человек, из которых жюри выбрало 19 победителей в 10 номинациях. Среди победительниц и многодетные мамы, и успешные бизнес-леди, представители науки и культуры и работники сельского хозяйства. Но какими бы ни были результаты этого конкурса, мы уверены, что достойных этого звания женщин, конечно, намного больше. Каждая женщина в жизни мужчины, его мама, сестра, жена, дочка, внучка, бесспорно лучшие. Подъем на работу в 4 утра, и за 30 лет она ни разу не проспала. Вот уж точно, кто рано встает, тому Бог подает. Гульнар Хисамеева, доярка из Атнинского района, заслуженный животновод республики. Получала благодарственную грамоту из рук самого президента, а на следующее утро уже была на посту. Там, где ее любят и ждут. На ферме 400 голов, а доярок в смене всего лишь 2. Сколько коров нужно подоить в день каждый? Это только на первый взгляд простейшая задачка. Дояркам в помощь пришел технический прогресс. Работают, казалось бы, автоматы. Теперь на ферме приходится ухаживать и за коровой, и за железной машиной, которая иной раз по капризнее животных бывает. Тяжелый физический труд в сельском хозяйстве этим женщинам по плечу. И все это ради того, чтобы в городе люди пили натуральное молоко. Ее работа больше, чем призвание. В молодости была возможность стать оператором на заводе. Но огни большого города так и не заманили. Построили в деревне дом, посадили деревья, воспитали детей. Но Гульнар Хисамеева признается, что всегда искренне восхищается многодетными матерями. Воспитывать много детей – это всегда серьезный, осознанный выбор, готовый сделать отнюдь не все. В этом году на республиканском конкурсе «Женщина года» многодетные мамы из набережных Челнов, из Нежникамска, из Сабинского района были признаны лучшими. «Женщина-мать» – наверное, это самая точная номинация, отражающая суть этого конкурса. Среди многих женщин никто еще так же, как и многодетные мамы, не получает столько любви, радости и объятий. Но победителей намного больше. Каждая женщина достойна нести это имя – лучшая мама и лучшая жена. И чаще всего бывает так, что ежедневные, ежечасные заслуги лучшей половины человечества остаются просто незамеченными. Не поверьте тому, что счастье вот так просто и дается, и так дается. Это труд, это терпение, это любовь друг к другу. И так надо пройти жизнь, почему? Потому что двух жизни у кого нет. Вот пример тоже, что мы с вами видим. Она вошла в дом и стала вдруг светлее. Эффектная блондинка, теледива, успешная бизнес-леди из Альметьевска каждый месяц приезжает в Казань. Но ни дорогие салоны, ни гламурные тусовки и ни шоппинг – все это не место ее притяжения. Она спешит по зову сердца туда, где в ней нуждаются больше всего. Я помогаю, к сожалению, очень-очень тяжело больным. И каждый их шаг, каждая вот их победа над тем, что над своим недугом, да, для меня это, честно вам скажу, я сейчас, может, заплачу даже, для меня большой подарок, потому что этих детей я отслеживаю годами. И я вместе с мамой, вместе с этим ребенком радуюсь достижения большего в их жизни. Это здорово. Это вдохновляет дальше идти по жизни. В доме Рональда Макдональда снова маленький праздник. Марина знает, как и чем можно растопить маленькие детские сердца, чтобы в мире стало хоть немного теплее. Равнодушие – это бич нашего общества, к сожалению. И, наверное, еще, когда люди лгут, не нравятся. Ложь тоже, к сожалению, есть. Хотелось бы, чтобы больше было добрых людей, неравнодушных, потому что руку помощи протянуть может каждый. Издатель известного журнала признается, что благотворительностью начала заниматься целенаправленно больше 10 лет тому назад. Как только бизнес стал приносить прибыль, и эту прибыль она уже знала, куда и на что потратить. Теперь среди ее друзей очень много особенных людей, особенно душевных и родных. Я хочу донести, что эти люди, они, наверное, не то, что говорят особенные люди, люди с ограниченными возможностями. Я хочу донести, что они такие же люди, как и все мы, они без ограничений, и что они также и радуются жизни, что они также чего-то добиваются, каждый в своей сфере. И, конечно, невозможно было бы это без моих друзей, которые видят, чем я занимаюсь. У нас уже команда ко мне присоединяется, и это здорово. Люди сами мне пишут, сами предлагают помощь в организации этих проектов. И как бы вот на сегодняшний день могу порадоваться и за себя, и за тех людей, кому помогают, что у нас много, вернее, без добрых людей. Идешь по улице, и твой покупатель идет. Останавливает. Вы же Фердаус. Спасибо вам огромное. Вот это самая большая награда для производителя. Шанель, Диор и Фердаус. Она знает, что такое красота по-татарски. За четверть века поисков ей удалось найти лучший рецепт. Именно такого средства, от которого будет за державу не обидно. Ваша кожа – это ваша собственность. И что на нее накладывать? Это только ваше право. Вот обилие теперь у нас в магазинах. Что вы хотите? Какой ферма? Какой бренд? Пожалуйста, на любой кошелек. Но я всегда говорю в то же время, оговариваюсь. Не забывайте, ваша кожа, несмотря на то, что они экспериментальные боли, любая ошибка отражается на состоянии вашей кожи, вашей красивой кожи. Создатель натуральной косметики Фердаус Девятаева уверена, что нет ничего проще, чем сделать красивой любую женщину. Для этого нужно лишь поверить ей в себя. Если отойду от бизнеса, я бы открыла, наверное, кабинет психологической помощи. Почему? Потому что нельзя все путать вместе. Бизнес, жизнь, семью. Ее самый узнаваемый бренд – это улыбка на лице. Это еще один рецепт ее успеха. А косметика, говорит Фердаус Исмогиловна, – это всего лишь небольшой штрих. Дополнение к твоему внутреннему содержанию. Женщине намного легче бизнесом заниматься. Почему? А потому что женщина, она очень терпеливая, она очень мудрая. Она привыкла в этой жизни сначала ждать свое счастье, любовь, потом ждать свое чудо, дитё. Это девять месяцев. Это все характер женщины. И все равно на любом посту женщина намного легче работает, чем мужчине. И результаты. Мужчины, они… Ну как, вы знаете, ведь это мужчина есть мужчина. Пришел, победил, все, быстро надо. А женщина, она знает, что вот сегодня, если не получилось, завтра получится. Ильзира Юзаева и Роман Безменов, 7 дней. В начале нашей программы мы говорили о том, что поздравления женщин с праздником 8 марта с каждым годом становятся все более креативными. Конкуренция оригинальных творческих идей возрастает. Вот посмотрите, как жители Нижнего Новгорода на знаменитой Чкаловской лестнице выстроились в поздравительную живую открытку, создав таким образом самую большую восьмерку в России. Флэшмоб так и назвали. Вам, любимые! По-моему, здорово. В Казани с креативом тоже все в порядке. Курсанты-танкисты вот так оригинально поздравили женщин с праздником. Будущие офицеры с помощью двух танков нарисовали на заснеженном военном полигоне огромное сердце. День 8 марта на канале ТНВ прошел под знаком любви, цветов и моря позитива. Его излучали коллеги-мужчины, которые одаривали прекрасную и лучшую половину канала Новый Век не только вниманием, но и цветами. Сюрприз явно удался. День 8 марта на канале ТНВ прошел под знаком любви, цветов и моря позитива. Ну и завершить этот парад мужских признаний в любви нашим женщинам мы хотели еще одним креативным роликом, который я хочу выделить особо за выдумку, оригинальность и сложность технической реализации. На мой взгляд, сотрудники татарстанского ГИБДД пока претендуют на первое место в этом негласном всероссийском соревновании женолюбов и женоугодников. День 8 марта на канале ТНВ прошел под знаком любви, цветов и моря позитива. Всех женщин еще раз праздником здоровья, любви, семейного благополучия. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшие 7 дней в студии Лейлы Латыпова. На северо-востоке республики почти всю неделю будет солнечно и без осадков. В понедельник и во вторник ночью до минус 24, а днем 9 градусов ниже нуля. Со среды температура начнут повышаться и к пятнице ночью минус 10, а днем около 3 мороза. На юго-востоке Татарстана также со среды температуры повысится. К выходным ночью 9 мороза, а днем минус 5. Жители центральных районов республики в начале недели ожидает солнечная погода. К выходным будет облачно. Средняя дневная температура около 8 градусов ниже нуля. На юго-западе республики будет солнечно. Весна потихоньку вступает в свои права. Если в начале недели ночью до минус 22, то к концу всего 7 градусов мороза. Дневная температура около 6 градусов ниже нуля. На северо-западе и в Казани ожидается солнечная погода. В понедельник и во вторник ночью местами до минус 22. Днем воздух прогреется до 8 градусов ниже нуля. Со среды температура повысится. К выходным ночи минус 10, а днем 5 градусов мороза. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова